Курс Восток Чтобы не было беды, более 100 километров пройдут дальневосточники в крестном ходе. 21 июня начинается молитвенное шествие вокруг Хабаровска. Оно продлится 4 дня. Пешее паломничество стартует с паса Преображенском соборе, где верующие перед началом пути совершат молебен. Подробности вы можете узнать на сайте епархии. Новый способ помочь детям-инвалидам нашла православная молодежь Хабаровска. Парни и девушки из Елизаветинского храма опекают психоневрологический интернат поселка Березовка. Что же они придумали? В интернате сегодня праздник. Приехали друзья. Да и не с пустыми руками. Они привезли материалы для детского творчества, развивающие игры, одежду. Подарки удалось купить благодаря благотворительной ярмарке. Любой желающий смог приобрести поделки, выполненные детьми-инвалидами, а также участниками православного молодежного клуба. Мы эту выставку сделали с целью для того, чтобы люди не только там купили. Нам хотелось бы, чтобы люди узнали, что есть еще такие дети, больные дети, которые нуждаются в помощи. С миру по нитке ребята смогли восполнить и недостаток памперсов в интернате. Эти подарки предназначены детям-инвалидам, которые прикованы к постелям. Здесь 40 таких воспитанников. Государство выделяет средства на закупку памперсов, но полностью не могут заполнить. Получается, в квартал мы покупаем 5 коробок памперсов, одна коробка 5 тысяч рублей. То есть, можем себе представить, какие деньги ежеквартально нам приходится собирать. Участники молодежного клуба не только помогают интернату материально, они приезжают пообщаться, погулять с сиротами, а порой и свозить на службы. Детки у нас больные, конечно, психически больные. А вот после нашей службы они становятся более спокойными. И они обещают иногда отцу Дионисию не совершать плохих поступков, не ругаться какими-нибудь нехорошими словами. Отец Дионисии их учит быть дружными, помогать друг другу. И они прислушиваются, потому что мы каждый день с ними вроде воспитываем их, но мы для них привычные люди. И когда они обещают перед образом святых, они стараются это выполнять. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Подобное общение возымело неожиданное продолжение. Молодая прихожанка Елизаветинского храма решила удочерить одну из воспитанниц. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Совместить приятное с полезным детский лагерь на море устроит молодежный отдел Хабаровской фархи. Он пройдет в селе Андреевка Приморского края. Смена познавательная. Так, отдыхая, ребята узнают об истории флори, фауне Дальнего Востока. Лагерь начнется 3 июля. Заявку можно подать по электронной почте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вход посторонним теперь разрешен. Двери для хабаровчан открыла швейная мастерская при Христорождественском соборе. Здесь горожане смогут выполнить мелкий ремонт одежды. Мужской, женской, детской. Возможно, вам изготовят и новую вещь. Однако работницы уверяют, не всякое пожелание смогут исполнить. Недавно пришла девушка, вот такая стройненькая. Говорит, я военнослужащая, ношу 44 размер. А получила 54 перешейтельно. Там и куртки, и плащ, и... Ну, это же нереально. Ушить. Ушить можно на сантиметра два. А все остальное это надо полностью распарывать, перекраивать. Еще один нюанс. Мастера не всегда могут выполнить светскую работу срочно. На первом месте у них труды для храма. Женщины шьют облачения для батюшек. Покрова на священные предметы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры Алексею Дубровскому. Иногда наступали страшные периоды. От муров, от неурожаев. Впервые в Хабаровске на Дальневосточную землю прибыла коллекция икон из собрания Государственного исторического музея. Чем уникальна выставка образ Богоматери 16-20 веков. Четыре раза она опять билась в Богородице. Она всячески боялась. Искусствовед останавливает гостей у Абалатского образа Богородицы. Его исторический музей выставляют впервые. Согласно преданию, в 17 веке Пречистая Дева явилась благочестивой вдове и повелела в городе Абалаки построить церковь. Написали и икону. От нее было явлено немало чудес. Она помогала тоже от муров, от неурожаев. Из столицы в Хабаровск доставлено 120 икон. Все подлинники. Созданы мастерами Москвы, Ростова-Великого, Древнего Новгорода, Костромы, Хохламы, Галича. Как же святыни попали в Государственный исторический музей? Некоторые образа пожертвовали частные коллекционеры. Но большинство поступило из разрушенных и закрытых после революции храмов. Музейщики, они ехали в места разрушения храмов, просто собирали эти иконы, грузили их на подводы и привозили в музей. Чтобы спасти иконы, сотрудники музея убеждали власти. Образа представляют культурные ценности. Иногда наступали страшные периоды, когда те же самые иконы, спасенные иконы, вдруг государством передавались в различные торговые организации для их реализации. Таким образом, в 30-е сталинские годы музей потерял немало икон, но часть удалось уберечь. Среди драгоценностей – Федоровская икона Богородицы XVIII века. Подобных в России осталось по пальцам пересчитать. Дело в том, что этот образ являлся покровителем династии Романовых. И когда советская власть расправилась с царской семьей, то большевики постарались повсеместно уничтожить и Федоровские иконы. Я был таким сильным впечатлением, что мне даже где-то местами так слезы накатывают на глаза. Ощущение самого настоящего посещения нас, у нас в гостях Богородицы. Все мои чувства, они в унисон как-то умолкают. И хочется просто цитировать слова Евангелия от руки. И откуда мне сие, да приедем мать и Господа моего ко мне. Здесь иконы с XVI-XX веков. Отличается ли чем-то изображение Богородицы? Оказалось, да. Если в древности образ был символичным, предельно обобщенным, то ближе к нашему времени появляются черты реализма. Видны даже мягкие складочки на одеянии Богородицы. Мастера берутся за жанровые сцены. Зрителю предлагают рассказы о событиях. На изображении иконы черты могут быть портретные. Мы видим на изображении иконы. Понимаете? То есть они обобщенные, но в чем-то мы их можем узнать. Например, икона августовская. Мы можем увидеть портретные черты Елизаветы Федоровны, которая прославила этот образ. Художник не мог ее прекрасные черты чуть-чуть намекнуть и запечатлеть. Понимаете? Хотя там мы видим, конечно, символы вполне средневековые. Это все-таки икона. Понимаете, нарушение догматическое не допускалось, а реалистическое изображение вполне было понятно и допустимо. Выставка стала плодом совместных трудов Министерства культуры России, Государственного исторического музея, правительства края и Хабаровской епархии. Увидеть ее можно в Дальневосточном художественном музее до сентября 2016 года. Между Москвой и Дальним Востоком, я бы сказал, не только культурное, но и единое духовное пространство. Это наша Родина, это наша святая Родина. Кстати, помолиться возле икон можно, прикладываться нельзя. Все-таки музейные экспонаты. Все-таки музейные экспонаты. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok